Всем привет! Это я, Нина из Lill School. В интернете сейчас очень популярны стикеры. Давайте сегодня нарисуем свой собственный стикер. Стикер – это картинка, которую можно прикрепить к сообщению. Она выражает какую-то определенную эмоцию и подходит к определенным ситуациям. Допустим, вот этот стикер можно использовать, когда замышляешь какой-то коварный план. Вот этот, когда собираешься на вечеринку. Вот этот, когда тебе оказали услугу и ты хочешь отблагодарить. Если вы хотите правдоподобно нарисовать эмоции, то берите зеркало, ставьте его перед собой и срисовывайте свое лицо. Сначала, чтобы нарисовать стикер, вам нужно придумать для него персонажа. У меня это вот такой веселый волк. Он может быть человеком, животным, растением или любым другим существом. Еще будет здорово, если вы придумаете своему персонажу имя. Для сегодняшней работы нам понадобится квадратный листок бумаги, два фломастера, черный и красный, и две гелевые ручки, черная и белая. Я беру черный фломастер и начинаю рисовать. Если вы не очень уверены в своих силах, то сначала можно взять простой карандаш и наметить контур будущего рисунка. Рисую мордочку, нос и рот. Отделяю носик. Рисую торчащие зубы. Обратите внимание, мой персонаж добрый, поэтому зубы не очень острые и расположены не слишком часто. Дорисовываю голову, ушки. Вот такие. Рисую мохнатый бок. Рука. Своему персонажу я нарисую четыре пальца, как это обычно рисуют в комиксах. Вот так. Здесь дорисовываю нижнюю челюсть. Вот таким образом. Дорисовываю бок. Вот так. И рисую вторую руку, которая находится сзади. Здесь обратите внимание на положение больших пальцев. Если вы не уверены в том, что ваш персонаж будет выглядеть достаточно естественно, попробуйте сами встать в ту же позу. И посмотреть, как у вас расположены пальцы, руки и все остальное. Вот. Глаза я пока что не рисую, потому что они будут вот такими сердечками. Теперь я напишу спасибо. Надпись можно сделать так же вот здесь. И восклицательный знак. Вот так. Теперь черный фломастер нам пока что не понадобится. Берем красный фломастер. Раскрашиваю носик. Вот так. Рисую вот такие декоративные черточки на шерсти. Будет смотреться интереснее, если с одного бока их будет больше, а с другого меньше. Вот так. Добавляю их же на руках. Теперь рисую глазки. Одно сердечко. И второе. Закрашиваю их изнутри. Вот так. Добавляю черточки на носу. И рисую внутреннюю часть ушей. Теперь я беру белую гелевую ручку. И изнутри раскрашиваю зубы, потому что они не желтые, а белые. Кроме желтой бумаги, можно взять бумагу любого другого цвета. Голубого, зеленого. Только смотрите, чтобы цвет, который вы добавляете в волчика, у меня он красный, был другого цвета, чем фон. Вот так. И обвожу этим же белым цветом глазки, чтобы сделать их более выразительными. Вот так. Вместо белой гелевой ручки вы можете также взять белый фломастер. Но тогда надо будет рисовать очень аккуратно. Можно добавить блики. Нарисую небольшой блик на носу. Вот такой. И чуть-чуть на шерсть. Не нужно добавлять слишком много деталей, потому что стикер должен быть прикреплен к сообщению и быть довольно маленького размера. Если вы нарисуете слишком много деталей и сложного персонажа, то изображение может исказиться. Когда его будут уменьшать. Вот так. Теперь я снова возьму черный фломастер, чтобы сделать некоторые линии более толстыми. Так наш рисунок будет смотреться более интересно. Допустим, вот тот. Таким образом можно нарисовать тени. Вот так. Чтобы нарисовать тени и правильно расставить блики, определите, с какой стороны на ваш рисунок падает свет. У меня он вот отсюда. Будет очень круто, если вы придумаете вашему персонажу историю. Кто он такой? Где живет? Чем занимается? Можно еще вот так выделить буквы. Добавлю вокруг еще немножко сердечек, чтобы сделать картинку более выразительной и декоративной. Вот так. Как видите, сейчас мне черная гелевая ручка не нужна. Если у вас где-то при рисовании черным фломастером получилась неровная линия, или если вы рисуете другой стикер, не такой, как у меня, и вам нужно нарисовать глаза персонажа, то черной гелевой ручкой очень удобно сделать зрачок. Вот как здесь. Потому что если фломастер слишком толстый, зрачок может получиться неаккуратным. Вот так. Чтобы нарисовать свой стикер, для вдохновения можно зайти в ВКонтакте. Там много различных наборов со стикерами, разных персонажей и ситуаций. Ну что, наш стикер готов. Будет очень круто, если вы придумаете собственного персонажа. Выкладывайте ваши работы с хэштегом LilSchool. Мне будет очень интересно на них посмотреть. Я посмотрю их и прокомментирую. Пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Игорь Негода. Продолжение следует...